Трипсы, еще именуемые колбоногие, пузыреногие или бахромчатокрылые, это отряд насекомых очень маленького размера, который можно встретить на любом из материков. Тысячи видов трипсов уже идентифицировано по всему миру, они объединены более чем в 100 родов. Первое описание паразитов относится к концу 18 века. Так как их образ жизни напоминает образ жизни муравьев и пчел, трипсов отнесли к общественным насекомым. Они совместно прокладывают тропы и охраняют личинок. Трипсы очень мелкие насекомые, длина их тела колеблется от 0,5 мм до 15 мм. Обычно их размер не превышает 2 мм, но в тропиках можно повстречать особи размером до 1 см. Быстрые ноги трипсов имеют пузыревидные присоски и гоготки. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа представляет собой прочный хоботок. Крылья с бахромой из волосков, обычно сложены на спинке и напоминают узкую блестящую полоску. Трипсы плохо летают, но очень шустро и юрко бегают, и обычно своеобразность движения их и выдает. Окрашенные трипсы тоже по-разному. На комнатных растениях можно повстречать черных, бурых и серых насекомых. Но диагностировать точный вид бурого цветочного трипса, коричневого разноядного или прозрачно-беловатого декоративного трипса и десятки других совершенно не обязательно. Отличаясь внешне, вредят растениям они практически одинаково и требуют аналогичной стратегии борьбы. На территории России широко распространены следующие виды трипсов. Разноядный, декоративный, западный цветочный или калифорнийский трипс, пшеничный, драценовый, черный, розанный, луковый, гороховый и гладиолусовый. Трипсы живут большими колониями. Заселившись на одном растении, они быстро переселяются на ближайшие посадки. Кроме того, большинство насекомых ведет крайне скрытный образ жизни. В группе могут проживать особи самых разных возрастов. Трипсы проходят пять стадий развития – от яиц до взрослых особей. И за год способны давать до 15 поколений потомства. В типичных комнатных условиях при температуре выше 20 градусов Цельсия их количество на растении может удваиваться каждые 2-5 дней. Трипсы проходят пять стадий развития – яйцо, личинка, пронимфа, нимфа и взрослая особь или имага. Стратегия борьбы с этим злостным вредителем будет зависеть от того, на какой стадии развития в ваших домашних условиях находятся трипсы. Борьбу с трипсами у себя дома вы должны начинать задолго до того, как принесете растение домой. Если еще в магазине на цветах орхидеи вы обнаружили вот такие повреждения, и вы новичок, лучше не приобретайте такое растение, не приносите его домой. Но если все же вы решились приобрести такую орхидею, не ставьте ее вместе с другими растениями в квартире. Мне захотелось купить еще одну орхидею. Выбор пал на Нарбону. Несмотря на ваше предупреждение о том, что цветочек лучше поместить в карантин, я решила поставить его рядом с уже купленным цветком. Больше всего меня волнует то, что на цветах есть такие непонятные крапинки. Эти цветы были распущены еще в магазине, и на момент покупки выглядели хорошо. А вот эти цветочки распускались у меня дома, но на них все равно есть какие-то непонятные точки. И наросты на ножки для цветка. И я совершенно не знаю, что с этим цветочком происходит. Неужели это следы трипса? Но в этом я очень уверена, так как в паразитах разбираюсь очень плохо. Пока цветочек растет, а я за него переживаю. Вот такое печальное видео письмо я получила на почту от Елизаветы из Санкт-Петербурга. И мы приступили к дистанционной борьбе с трипсом. Излюбленное место кормления трипса это цветы орхидеи. На любой цветущей орхидеи трипс предпочтет питаться клеточным соком лепестков цветов, а не листьев орхидеи. Поэтому при покупке цветущей орхидеи первое, что вам нужно сделать, это очень внимательно и детально рассмотреть тыльную сторону цветов орхидеи. Рассматриваем на предмет любых сухих, будто высосанных участков на петалях и сипалях цветов орхидеи. Участки могут быть как маленькими и незаметными, так и большими, сливающимися в одно огромное высушенное пятно. Как я уже говорила, трипсы бывают разными. Одни из них селятся на листьях орхидеи, а другие предпочитают обитать в цветах орхидеи. Они откладывают яйца в цветоносы, цветоножки и бутоны орхидеи. Декоративность цветения таких орхидеи резко уменьшается, но побороть такого вредителя гораздо проще. Первое, что нужно сделать, если вы обнаружили такие цветы у орхидеи, это срезать цветоносы. Для этого ни в коем случае не переносите орхидею с места на место. Возьмите пакет, подойдите к орхидеи, наденьте пакет на цветоносы орхидеи и срежьте их. Пакеты завяжите и утилизируйте. Посмотрите, как это сделала Лиза. После этого орхидею можно очень бережно и осторожно отнести в ванную комнату и скупать растения под теплым душем. С помощью купания мы уничтожим большую часть взрослых особей и личинок. При незначительном заражении орхидеи трипсом, пока вредитель не отложил свои яйца в листовые пластины и любые другие зеленые ткани орхидеи, можно попробовать побороться с ним народными средствами. Но путь этот очень долгий. В целях борьбы с трипсом используются настои и отвары следующих лекарственных растений. Чистотелом, тысячелистником, табака, перца стручкового, горчицы и горчака ползучего. Подойдет также настой луково-чесночной шелухи, но обработки придется делать в течение месяца с интервалом в 3-5 дней. Еще один вариант избавиться от взрослых особей трипса – это клеевые или феромонные ловушки. Клеевые ловушки для отлова трипса синего цвета. Если нет ловушки, можно использовать синее блюдце с водой. Еще раз акцентирую ваше внимание. Пока вы находите только вот такие следы пребывания трипса на ваших орхидеях, пока трипс не отложил яйца в зеленые части ваших растений, постарайтесь не применять сильные и агрессивные системные инсектициды. Помните, что они сами и продукты их распада вредят вашему здоровью, здоровью ваших детей и загрязняют нашу планету. На начальных стадиях заражения орхидеи трипсом вполне можно использовать контактные и кишечно-контактные инсектициды 3-го и 4-го классов опасности. Именно такие средства я рекомендовала в своих более ранних видео. Эти препараты можно купить в любой стране мира, в любом зоомагазине или ветеринарной аптеке. И сейчас я говорю о средствах борьбы с паразитами на домашних животных. Лучше всего приобретать средства в ампулах. Не капли, не спрей, а именно в стеклянных ампулах. Одна ампула разводится приблизительно на 1,5 литра воды и этим составом опрыскиваются орхидеи. В аптеке тоже найдутся подходящие средства. Прежде всего это чемеричная вода и средства от физикулеза у людей. Несмотря на то, что у Елизаветы был свободный балкон для обработок растений, мы пошли именно этим, щадящим путем. По вашей рекомендации цветонос у Нарбоны я срезала. По инструкции опрыскиваю дельцидом и на ночь включаю фумигат. Если в вашей квартире стандартные температуры выше 20 градусов Цельсия, Трипс пройдет все стадии развития от яйца до взрослой особи за 14 дней. Если температуры более низкие, этот процесс может растянуться сроком до 30 дней. За это время нужно провести 3-4 обработки с интервалом от 5 до 7 дней. Как вы поймете, что проблема решена, а орхидея избавлена от паразитов? Растение само расскажет вам об этом своим невероятно быстрым ростом и развитием. Начнется активный корневой рост, которого до этого не было, А новый лист, который появится из центра розетки орхидеи, будет чистым и неповрежденным. У Нарбоны нарастают корешки. Вот пробились новые, которые в тот раз только-только-только появились. Вот этот срезанный цветонос. И листочек. Новый листочек из серединки, как лучше показать. Наверное, вот так. Вот так вот будут листики. После второй обработки дельцидом. И вот растет новый листик. В общем-то, орхидея чувствует себя неплохо. И совсем другое дело, когда трипсы селятся на листовых пластинах орхидеи, питаются клеточным соком листьев, оставляют в них свои продукты жизнедеятельности и откладывают в них яйца. В процессе жизнедеятельности трипсов из-за выделения экскрементов и откладки яиц на листьях растений образуются галлы, которые ослабляют растения и могут стать причиной его гибели. Посмотрите на свои экраны. Вот так выглядят галловые отложения экскрементов трипса. Если вы не понимаете, что за пузырики, прыщики, вздутости находятся на листьях ваших орхидеи, все непонятное от окружающей среды лучше изолировать с помощью лака для ногтей или клея. Сделать это нужно с двух сторон листа, с внутренней и внешней. Из-под такой брони ничего живое уже не выберется. Если прокусить и извлечь клеточный сок трипс может практически из любой части растения, то отложить яйца он может лишь в невызревшие, слабые, зеленые части молодого листа орхидеи. Если на своей орхидее вы обнаружили вот такую россыпь мелких пузырьков, именно на молодом листе орхидеи, скорее всего, ваше растение поражено трипсом. Внимательно осматриваем каждый молодой вновь растущий лист орхидеи на предмет любых вздутостей, пупырышек и прыщиков. Если вам удастся обнаружить вредителя на начальной стадии заражения листа, его можно будет победить без потери декоративности листьев орхидеи и не утратив предстоящее цветение. Помните, что одна самка трипса откладывает до 100 яиц. Трипс в яйце в зеленой ткани орхидеи практически неуязвим. На него могут оказать действие только препараты авициды. Но использовать такие препараты с высоким классом опасности в домашних условиях крайне не рекомендовано. Если вам не удалось обнаружить трипса на стадии яйца или на стадии кладки, возможно, вы увидите его на стадии личинки. Появившись из яйца, личинка сразу приступает к питанию. Именно личинки, на мой взгляд, приносят самый большой вред орхидеям и сильнее всего нарушают их декоративность. Они прогрызают молодые зеленые ткани орхидеи, оставляя в них некрасивые рытвины и инфицируют растения. Доподлинно известно, что трипсы являются переносчиками всех известных заболеваний орхидеи, включая вирусы. Когда поражение орхидеи трипсом находится в такой запущенной стадии, если трипс уже отложил яйца в зеленые ткани растения, если из яиц уже появились личинки, народными или щадящими средствами борьбы с трипсом уже не обойтись. Если, конечно, вы не хотите полностью утратить декоративность листьев своих орхидей, ведь в дальнейшем вот эти свежие поражения листьев превратятся в достаточно неприятного вида некротические образования. Листья либо вырастут деформированными, либо будут полностью уничтожены вредителем. Трипс способен высосать абсолютно весь межклеточный сок из молодого листа орхидеи. В результате лист может попросту отвалиться, а дальнейшее развитие орхидеи вверх станет полностью невозможным. Особенно если место жительства популяции трипса сконцентрировано в центре розетки фаленопсиса. Если у вас ни с того ни с сего отваливаются молодые листья у фаленопсисов, обязательно изучите все свои орхидеи на предмет вредителей. Присутствие трипса на листьях орхидеи, пожалуй, является самым ярким признаком заражения растений. Сухие, будто высосанные кончики листьев орхидеи. Деформированные, тусклые, покореженные листья со следами некроза. И если такие поражения вы нашли на старых, нижних листьях орхидеи, то, скорее всего, опасность давно миновала. Тем не менее, такие листья будут портить внешний вид растения до тех пор, пока естественным образом не отомрут. Именно такие поражения свидетельствуют о том, что орхидея была поражена трипсом изнутри, что вредитель уже отложил яйца в зеленые ткани растения, и из них появились личинки, которые и нанесли орхидеи вот такой урон. На такой стадии поражения бороться с трипсом на орхидеи можно только системно, с помощью системных инсектицидов. Системные инсектициды – это вещества, которые, попадая на растения, способны передвигаться внутри него, по сосудистой системе. Я намеренно не буду озвучивать список системных препаратов в видео. Он очень обширен, и любой консультант в садовом центре или магазине подскажет вам системный препарат для борьбы с трипсом. А вот в комментариях под видео и в описании к видео я укажу перечень самых действенных препаратов и нормы расхода. В России и на территории постсоветского пространства системные инсектициды найти достаточно просто. А вот в других странах системные инсектициды приобрести сложно, да и стоят они дорого. Поэтому, если вы живете там, где химические препараты с высоким классом опасности в обычном магазине не купить, возвращаемся к предыдущему пункту борьбы. Это средства от вредителей для животных. Этим средством вы каждые 5-7 дней будете уничтожать очередную волну, появившуюся на свет вредителей. И со временем, за 20-30 дней регулярных обработок, постепенно победите вредителя. Важно, во время работы с любыми ядохимикатами, даже невысокого класса опасности, необходимо использовать индивидуальные средства защиты. Респиратор, перчатки и одежду, которую в дальнейшем можно будет постирать. Не пренебрегайте этим простым правилам, не подвергайте свою жизнь опасности. Давайте еще раз вспомним, как вредитель попадает в наши дома. Самый распространенный способ мы сами приносим вредителя в свой дом. С новыми растениями, с букетами цветов, с землей для посадки горшечных растений и даже с овощами с огорода. В некоторых наиболее сильно зараженных трипсом регионах России он может проникнуть в дом через открытые окна. Так что же любит и чего не любит трипс? Как можно от него защититься профилактически? Трипс очень любит сухие и теплые помещения. Трипс не любит яркий солнечный свет, влажность и прохладу. А еще трипс очень не любит, когда у него мокрые ножки. Помните другое название трипса – пузыри ноги? На коротких лапках трипса посередине располагается присоска пузыревидной формы. Если поверхность листа орхидеи мокрая, трипс не может на ней закрепиться. Исходя из этого, самым лучшим профилактическим средством для борьбы с трипсом являются любые водные процедуры. От опрыскиваний до купания орхидеи под душем. Вы можете купать орхидеи в душе, в тазике, опрыскивать из шланга или из пульверизатора. Все равно, лишь бы листья орхидеи регулярно были мокрыми. Проанализируйте и сделайте выводы. У тех любителей орхидеи, которые боятся воды как огня, трипс стал постоянным гостем. А вот те, кто регулярно купают свои орхидеи, любыми способами постепенно забывают о присутствии трипса на орхидеях, даже проживая в странах с теплым и сухим климатом. Ну а если для профилактических обработок вы будете использовать не воду, а настои лекарственных трав, будет еще лучше. Не забывайте о регулярном профилактическом осмотре растений. Поверните цветущую орхидею к себе тыльной стороной цветов. Осмотрите внимательно каждый цветок на предмет сухих и непонятных пятен. В случае обнаружения подозрительных проявлений, незамедлительно изолируйте растения. Как можно понять, что вы победили вредителя? После пораженных или истощенных листьев орхидея начнет растить здоровые, полноценные, глянцевые и красивые листья. А тогда, когда вылез первый листик, мне показалось, думаю, вдруг это просто действительно слишком много воды резко дала. Такая водянка, отечность. В общем, когда увидела глазами эту живность, то прямо на цветах все было понятно. Ну вот, после лечения, вот такой вот сейчас листочек. Гладкий, ровный, но надеюсь, что справились по паролю. Это видео создавалось совместными усилиями участников канала «Классика орхидейного жанра» в Telegram. Спасибо огромное всем, принявшим участие в создании видео. И если вы тоже хотите присоединиться к числу участников канала «Классика орхидейного жанра» в Telegram, ссылку на канал и QR-код для вступления в канал я оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. А также QR-код вы сейчас видите на своих экранах. Надеюсь, это видео окажется полезным многим. Если остались вопросы, присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, и там мы будем рассматривать проблему трипса и других насекомых более детально. Ну а теперь мне лишь осталось напомнить вам, что 23 минуты вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если видео вам понравилось, если оно оказалось для вас интересным и полезным, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас очень много интересного.